Субтитры подогнал «Симон» 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 Так, «Развлечение духов» Now, let me say from the very beginning Субтитры подогнал «Симон» 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 обрели развлечение каждый духовный дар имеет свою категорию конкретно данный дар относится категории дара откровения это означает что дом божий боже должен открыть вам той ту или иную вещь в той или иной форме чтобы вы могли действовать в этом даре лично я верю что дар развлечения духов очень важен для каждого есть разные степени в дарах мы можем иметь определенную степень развлечения другие люди могут иметь более глубокое понимание этого же этой сферы но каждому из нас нужен этот дар я считаю что это очень важно в то время в котором мы живем ok вот одно из определений дар развлечения подразумевает что мы познаем что от бога что от мира плоти и что от дьявола то есть уже исходя из нашего разговора вы видите что в этот дар включаются не только понимание исходит ли что-то от дьявола или нет очень важно понимать это очень важно понимать это я хочу чтобы вы поняли что я пытаюсь вам донести если что-то для вас будет непонятно тогда задавайте вопрос и я вам даю свободу задавать вопросы потому что это очень важно не буду говорить что это самое важное но считаю что это важный момент один из примеров который мы находим в писании павел узнал что у девочки в филиппах есть дух прорисания в процессе нашего общения мы еще вернемся к этой истории и мы будем говорить о том что это хороший пример нашей темы когда мы говорим о discernении именно развлечения духов я не уверен, что происходит в первую очередь окей это не то да, но дальше потому что в русском есть разные слова окей окей так мы будем смотреть на discernение мы сейчас поговорим о том чем не является развлечение духов чтобы мы получили четкое понимание что в него включает и что в него входит первое это не подозрение мы в некоторых вопросах становимся подозрительными но это не обязательно является даром развлечения духов это не просто подозревает подозревает подозревание второе это не дар критики я знаю я знаю некоторых людей в теле мессии которых хорошо получается критиковать может быть вы таких встречали это это этот дух также не является духом развлечения лжи а именно дар развлечения духов это 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 лжи дар 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 он обвиняет братьев Мы еще посмотрим, как это все вместе сочетается. Освальд Чемберс, один англичанин, он сделал следующее утверждение. Бог никогда не дает развлечения духов, чтобы мы критиковали, а для того, чтобы мы могли ходатайствовать. Мы должны понимать, что одной из наших целей должно быть единство и сохранение единства тела Мессии, а не разделение. Это не обычное развлечение. Кирилл sent me a message today that he found this difficult to understand. Сегодня мы общались с Роджером на тему, как изначально там стояло развлечение духов — это не дар развлечения. Что я имею в виду? Это имеется в виду, что это не простая способность обычного человека различать разные вещи. Потому что касается именно духовного мира. Все мы различаем какие-то вещи в жизни в той или иной степени. Мы различаем формы, размеры, цвета. Мы понимаем разницу между кубом и шаром, например. Мы понимаем разницу между цветами. Но Бог дает сверхъестественный дар, чтобы мы понимали, что духовное, что не духовное. И что к какому духу принадлежит. Следующее. Это не спиритизм. Не нужно путать это со спиритизмом, который вообще осуждается Писанием. Духи наших предков или родственников умерших не летают у нас дома. Они либо с Ишуа, либо в аду. Есть только два выбора. Учитывая то, что количество людей, практикующих спиритизм и одержимых людей, увеличивается в мире, мы должны и обязаны иметь дар развлечения духов. Теперь переходим к тому, что является даром развлечения духов. Дар подразумевает, что Дух Божий говорит верующему человеку, наполненному Святым Духом, о том, какой, в данном случае, Дух действует. Это сверхъестественный взгляд в духовный мир. Следующее. Каковы применения этого дара? Этот дар может показывать, какие Духи действуют в людях сегодня. Нечистые Духи. Дух глухой или немой. Бесовский Дух, Дух угнетающий, или же даже Дух Святой. Можно также различить, находится ли в человеке сейчас Дух Святой. Если вы вовлечены в какую-либо форму служения, вам будет необходим этот дар. Если у нас его не будет, тогда мы сделаем очень много ошибок. Это дар также необходим для пророческого служения. Иначе человек не сможет различить, какие пророчества хорошие, а какие нет. Какие пророчества согласуются со Словом Божьим, а какие нет. В 1 Коринфянам 14.29 Написано, что если один пророк говорит, то пусть другие судят. Okay. Number three. The purpose. This gift is given to the church to keep it safe. It's a sort of guardian gift, if you like. It's given so that we would be protected from certain things, which otherwise would take over. Он дан для того, чтобы мы были под защитой от вещей, которые могут просто поработить нас. It is a gift that helps us to distinguish between what is good and what is bad. Этот дар помогает различать, что хорошее, что плохое. It can bring clarity. Этот дар может внести ясность. And it judges through the Spirit. И он несет как бы суд Божий от Духа Святого. Okay. I didn't put a lot of the text in here. Discerning of spirits is the supernatural ability given by the Holy Spirit to perceive the source of a spiritual manifestation. Развлечение духов — это сверхъестественная способность, данная Духом Святым, чтобы понимать источник духовного проявления и знать, откуда он исходит. Whether it's of God. От Бога ли этот источник. Whether it's of the devil. От дьявола. Or whether it's of man or the flesh. Или от человека, или от плоти. Okay. We're going to look at a few texts here. We're going to look at a few texts here. I'm going to curate some work. Acts chapter 10, verses 30 to 35. Acts. Chapter 10. Verses 30 to 35. 10 глава Деяний, с 30 по 35 стих. Okay. You can just read it. 10, 30 to 35. About Cornelius, right? Yeah, Cornelius. So Cornelius said, four days ago I was fasting. Three days ago, примерно в это же время, часов около трех, я молился у себя дома, ответил Корнилий. И вдруг вижу, стоит передо мной человек, сверкающий одежде, и говорит мне, Корнилий, твоя молитва услышана, Бог помнит твои добрые дела. Итак, пошли в Яфу и позови к себе Шимона по прозвищу Петр. Он гостит в доме кожевника Шимона, что у моря. А я немедленно послал за тобой, и ты был так добр, что пришел. И вот мы здесь собрались перед лицом Божьим, чтобы услышать от тебя то, что повелел тебе сказать Господь. Вот теперь я действительно понял, что у Бога нет пристрастий, заговорил Петр. Он принимает всякого, кто чтит его и делает добрые дела, из какого бы народа он ни был. Это как раз пример понимания того, что что-то исходит от Господа. И Корнилий распознал, что действительно с ним говорил Бог, и он действовал на основании этого слова. Now, discerning whether something is of the devil. Acts chapter 16, verses 16 to 18. 16, 16 to 18. 16 глава Деяний, 16, 16 to 18. This is that example I gave just now about Paul discerning that the war, that that girl was filled with a spirit of divination. Это как раз пример, о котором мы говорили ранее, когда Павел встретил девушку, одержимую духом прорицания. Однажды, когда мы направлялись к месту молитвенного собрания, нам повстречалась рабыня, одержимая духом, который предсказывал судьбу. Этими предсказаниями она зарабатывала для хозяев большие деньги. Она ходила следом за Павлом и за нами и кричала, эти люди — служители Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь к спасению. Она делала это много дней, пока Павел, потеряв терпение, и не сказала, обернувшись, духу. Именем Ишуа Мессии приказываю тебе, выйди из нее. Дух тотчас вышел. Okay? Once again I'll say, on different occasions I will be coming back to this text and I will be going even deeper into it. Мы еще будем возвращаться к этому тексту не раз и будем разбирать его глубже. But there's one question that you need to think about. вам стоит задуматься над одним вопросом. What the girl said, was it true or false? То, что говорила эта девушка, это была ложь или правда? Okay? And I'll leave you with that, but we'll come back to it. Okay? И вы подумайте, а потом мы еще вернемся. Okay? The last example here, is it of man? Последний пример здесь, это случай, когда источником является человек. Восьмая глава Деяний. Verses 18-23. С 18 по 23 стих. Acts, chapter 8, 18-23. Увидев, что через возложение рук апостолов дается дух, Шимон принес им денег. Дайте мне такую силу, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал святого духа, попросил он. Пусть сгинет твое серебро вместе с тобой. Ты думаешь, Божий дар можно приобрести за деньги? Ответил Петр. Нет у тебя в нашем деле ни доли, ни прав. Ведь Бог видит твое испорченное сердце. Расскайся в грехе и моли Господа, чтобы он простил тебе то, что ты замыслил. Я вижу, ты полон черной зависти и весь в путах греха. И в этом случае мы видим, как Петр различает, что в Шимоне действует его плоть. И на основании своей плоти он сказал и сделал то, что он сделал. Развлечение духов должно совершаться в силе Святого Духа. Он свидетельствует нашему Духу, когда что-то исходит от Бога или не от Бога. Он как бы вкладывает силу духовного развлечения, духовного видения. И сверхъестественное понимание планов в врагах, скажем. Мы будем проходить быстро, как я уже говорил. Если вы хотите глубже коснуться этой темы или рассмотреть ее, попросите видео, которое записывалось три месяца. Потому что я хочу перейти к другим аспектам. Это просто о духовных дарах. И мы говорим об общих основаниях. И мы говорим об общих основаниях того, как Писание рассматривает дар изучения духов. Библейские примеры. Первый пример – это снова случай, когда Павел приказал Духу действовавшим в этой девушке. Обратите внимание на вот какой момент. Павел не проводил ее через служение освобождения. Не спрашивал о ее прошлом. У него просто был дар развлечения духов. Он понял, какой Дух действует. И потом он его просто изгнал. Очень просто. И я думаю, что нам нужно в этой сфере развиваться, чтобы быть уверенными и понимать точно, какой Дух действует. Я видел, как люди пытались освободить других, изгоняя бесов часами и часами. Не думаю, что это правильно. Я думаю, что это трата времени. Просто развлекаете врага этим. Я думаю, что Бог хочет, чтобы просто мы развлечали. И действовали, веря в то, что Ишуа способен освободить человека. И так придется освобождение. Это очень быстрый процесс. Если вы посмотрите на примеры, когда Ишуа это делал. Там не было моментов личного общения. Он просто говорил, уйди, и Дух выходил. Не было никакого при этом так же крика на одержимого. Он, наоборот, Ишуа заставлял врага замолчать. Второе. Павел и Варисус. В 13 главе Деяний, с 6 по 10 стих. Этот человек занимал высокую должность по римским законам. И когда Павел пришел туда и начал проповедовать Евангелие, этот человек пытался остановить римский официал, от верить в Ишуа. Они прошли весь Кипр до самого Пафоса, где повстречали одного человека, чародея и лжепророка. Он был Иудей и звали его Баришу. Он был из окружения проконсула Сергия, Сергия Павла, человека большого ума. Проконсул, пожелав услышать Божью весть, позвал к себе Варнаву и Савл. Этот чародей, которого звали также Элима, то есть маг, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Тогда же Шауль, он же Павел, исполнившись Святого Духа, воскликнул пристально, глядя на него. Ты воплощение лжи и бесстыдства, сын дьявола, враг всякой правды. Думаешь, и дальше будешь извращать прямые пути Господни. Павел сумел различить Духа, прежде чем он действовал. Петер и Шимон Волхв. Шимон, он поверил умом, он был крещён Филиппом. Но его сердце не было в правильном положении перед Богом. Петр сумел различить это и разобраться с этим. Я думаю, что это очень важно в церкви сегодня. Я думаю, многие люди сегодня нужно как-то, наверное, попросить из церкви. Как испытывать духов? Три пункта хочу дать, которые могут вам помочь. Первое. Нужно наблюдать, что делает человек. Матфея 7, с 15 по 20 стих. Роджер, you can switch the slides, I think. Sorry? You have that on the slides. Is that on the slide? How to discern spirits? Okay. Yes, this is. One. Two. Yeah. Матфея 7, 15, 20. 7, 15, 20, yeah. Okay. Sorry. Okay. So, we see here that the Jews were amazed at the teaching of Yeshua. And in a way, Yeshua replies, don't you understand? This is not of me. It's because of who sent me. And then he speaks about authority. He doesn't seek his own glory. But he seeks the glory of the one who sent him. Yeshua also explains that false prophets are known by their fruit, by their conduct and actions. Также он говорит, что лже-пророков можно узнать по их действиям. Okay. Number two. Observing. Второе. Whether or not a person exalts Yeshua as the Son of God, as Lord and Savior. First, you've done something, because it's from the very beginning. Oh. Oh, boy. Okay. Okay. Yeah. Sometimes if I touch this mouse, it moves everything all along. Just a moment. We'll get there. Is this? The next one. No, the next one. The next slide. Yes. Yes. This one. Okay. First Corinthians 12, 3. Yeah? Первое Коринфянам 12, 3. Okay. It's a well-known text also, eh? Therefore I make known that no one speaking by the Spirit of God calls Yeshua accursed. So I want to explain that. Okay. And number three is already up there, I think. And number three is already up there, I think. By listening to what a person says. 1 Иоанна 4, с 1 по 3 стих. 1 Иоанна 4, с 1 по 3 стих. 1 Иоанна 4, с 1 по 3 стих.